В истории России было немало трагических страниц и тяжелых испытаний. Безусловно, самым глобальным для нашей страны и для всего мира за последние десятилетия стал терроризм. В школе номер 19 имени Героя России Олега Ильина собрались учащиеся педагоги и почетные гости, чтобы отдать дань памяти погибшим в террористических актах. В День солидарности в борьбе с терроризмом состоялась траурная линейка. 20 лет со дня трагедии в Бесланской школе номер 1. Олег Ильин, в честь которого в 2022 году была названа школа, командовал парашютно-десантной ротой в воинской части в Медвежьих озерах. Служил в спецподразделении «Вымпел» и принимал участие в боях с террористами. Дважды в Дагестане, в Москве на Дубровке и в Северной Осетии. Погиб 3 сентября 2004 года, прикрывая с собой детей и сослуживцев во время операции по спасению заложников в Бесланской школе номер 1. На территории школы ему установлен памятник. Перед присутствовавшими выступил заместитель главы городского округа Щелково Виктор Семин. 3 сентября погибло больше всего детей, родителей, сотрудников правоохранительных органов. Поэтому сегодня, 3 числа, мы отмечаем День солидарности в борьбе с терроризмом. Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 334 человека. Среди них 186 детей в возрасте от года до 17 лет и 17 работников школы. Пока мы помним их, они будут в наших сердцах. Мы отдаем дань уважения к мужеству и бесстрашию сотрудников правоохранительных органов, которые боролись и победили террористов, которые захватили школу. Сегодня наша молодежь должна воспитываться патриотично. Участники мероприятия почтили погибших минутой молчания. Почетные гости возложили цветы к памятнику Олегу Ильину. Анна Приенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.